смотрите нет шекспир это вам рассказывал ганин а не я до камерон пока сюда ну вот видите как мы медленно давайте побыстрее сегодня что же потом после до камерона в итальянском возрождении это прежде чем макеавелли с его государем что это за труд такой в общем то вам говорят о том что наступает время новой политики и суть этой новой политики будет строиться по принципу обратной стороны титанизма как сказал бы воде характеризую это явление что значит обратная сторона это когда человек титан такой вот интеллектуальный продукт эпохи возрождения позволяет себе ровным счетом все не ориентируясь на 10 заповеди христа на 613 заповеди маисея на любые другие правила нравственности и морали табу и прочее прочее для этого человека эпохи титанизма ренессансного не существует никаких табу никаких ограничений и он ты приходит к власти и он то на самом деле по аристотелевской концепции формы и содержания воспринимает народ как как материал биологический если хотите из которого он государь по мнению макеавелли все по законам аристотеля как он считает отсюда и возрождение возрождение античной мысли будет формировать особую форму под названием государства это государство будет отражением его титана как высоких так и низких в основном низких сторон личных в общем то это то что лежит в основе политики на старина политики например гитлера многих современных политиков не только хусейна например буша и не буду дальше продолжать вы и жертвы и подобные политики сами это все так как раз вот тащится из эпохи возрождение когда политик начинает воспринимать себя чуть ли не заместителем бога на земле и чуть ли не самим богом а обожествление происходит его сути государственной власти власть приобретает некую таинственность и часто власть решена всякой таинственности сейчас вот дураков поверьте мне из каждого из вас здесь сидящих можно сделать человека власть вот лет сейчас точно скажу пять назад я вот так же учил гуманитарном институте телевидения радио вещания одного балбеса по имени швейки рода а сейчас он вляпался в наши и стал депутатом государственной думы почему потому что сейчас власть потерялась как у нас от края сейчас власть превратил что-то вроде фабрики живем сейчас можно сделать представительной власти любого любого потому что рода следит не был моим лучшим студентом он потрясающе безграмотен потрясающе не просвещен и потрясающий на ну вот и все что нужно для власть кричи и все вот он и кричит смешно конечно ну поэтому власть потерялась всякую сакральность в эпоху макиавелли власть еще обладает какой-то сакральностью но он этой сакральности макиавелли придает вот такой какой-то странный дьявольский компонент и поэтому государю вот эту вот книжку замечательная она я думаю должна вами быть прочитаны и можно взять как тема рефератор по эпохе возрождения много там интересного вот вам и тема сталин и макиавелли государь за основу можете взять во первых самого государя его прочитать можно за час за два посмотреть даже материалы по этому поводу вам будет очень полезно а еще можно взять статью троцкого цезарь боджи в кремле это как раз оставили потому что цезарь боджи является главным героем государю макиавелли цезарь боджи конкретная историческая личность типичный итальянский конготьер который рвался к власти любой ценой действительно любой ценой о нем есть книга рафаэля собаки не пальцы бати не за тот который написал о капитане в ладе но не только у него есть еще книжка и за мне где-то нет 5 много переизданными у нас или наверное можно достать про интернет а вот как раз она посвящена цезарь боджи недавно на русский язык была переведена книга 1 романистки американской которая так называется невеста бордже где тоже вообще больше это такая фигура как граф дракула она уже мифологизирована она вошла европейскую культуру вы не представьте сколько о нем написано потому что он всех этот кондотер поражал своей какой-то абсолютной беспринципностью и абсолютным таким чистым цинизмом как вот платина какая-нибудь вот чище этого цинизма нет ничего это вообще превращалась какую-то свою отрицательную ценность если хотите потому что вот таким циником наверное даже нынешние политики не могут быть потому что у них кишка тонка потому что они все дети подвалов они все мелко так крысня а чезаре боджи был незаконно рожденным сыном самого папы римского которого он взял и отправил потом как бы получился каламбур отравил папу и папу или папу в квадрате и генетического и такого смысле наместника бога на земле о нем даже шах назар узнать такого не бог ведь какой режиссер но говорят хороший очень администратор поднял масс-фильма 5 лицом слабенький ну правда не гонится за тем чтобы считать себя великими слава богу честь и мы хвала знает он создал фильм такой называется история ядов фильм не бог весь какой-то там тоже упоминается чезаре боджи потому что без него никак не обойтись это как дракула вот это вот уникальный был вдове но не блокать патологии всех траве вот у кого то есть патологии всех убивать вчера я перед сном конец фильма один за застал с мелан гибсон там фразы дорогого стоит кто пишет эти геги удивительно значит он убийца наемный киллер она проститутка они там наворовали денег серьезно и едут куда-то в теплые страны и нет ни в канаду я вот они едут в автомобиле уже после всего того что они там расколошматили наверное ни одну дюжину подонков будут читали таковы идет такой разговорами наверное говорит я мы договорились что я брошу свое ремесло убивать людей а на свое веселить их пауза потом гениальных раз наверное мы на многое помахнулись вот хорошая фраза она достойно чезаре бордже потому что я думаю отправить людей у него это было также как у просто чистить зубы ну как можно не чистить зубы ну как можно не травить людей ну как дракуле не пить кровь ну как а как жить а где молоко в этом смысле был патологии но там много было патологии потому что мир без бога он всегда патологичен случайно достоевский по россии сказал россия без бога одно свинство вот мы живем в эпоху свинство мир без бога он патологичен и ренессанс в этом смысле был было патологичный патологичным периодом искусства это только отмороженные искусствоведы считают ее там высоким периодом проще картинки писали хорошие но людей при этом травили убивали насиловали с такой легкостью что ужас если бы дальше так пошло то этот были не танцы бы просто уничтожила все то что название европейской культуры вот чезаре бордже это одна из таких патологических фигур вы можете посмотреть на лица не его хотя портрет его тоже где-то есть она лица его но как бы сказать собратьев по ремеслу когда вы будете в музее имени пушкина вот на крохоткинской и зайдете в итальянский дворик то вы увидите и конечно до этого самого завида рядом стоят две конные статуи вот это вот знаменитые статуи венецианских кондафьеров посмотрите на их личики вот на этих лицах может играть любая эмоция кроме там добра любви вот это все там вылетел все остальные эмоции у них на лице вот это вот типичный итальянский кондотьер по нынешним понятиям бандит но наши бандиты еще раз говорю они какие-то разжаревшие крысы по сравнению с этими бандитами тушите бандиты чисты в этом своем бандитстве без всякой примеси жалко наш это все-таки сентиментально у наших таких крыс какие-то сентименты и то не собачек или удача дочек своих похожих на собачек кто-то скрыть или на хрюшек то еще что такое то лошадок любят какие-то такие сентиментальные крыши если бы взять в мешок погрузить всю эту нашу сволочь и туда бы кондотьер жизнь была бы одна минута хотя они бы конечно мы думали что он очень крутые и что они там завоюю ничего не завивали потому что вот у этого абсолютного зла была своя благородная черта не впадайте в излишнее как бы вот широту этого понятия благородство это ничего не означает благородство благородство она совершенно спокойно соседствует со злом благородстве есть гордыня гордыня это сатанинский грех и поэтому благородность они были конечно они по благородству были большими романтики чем это вся современная шелупонь по своему такому отрицательному варианту они давали форум лучшим владеем мира если есть такие и вот макиявели обслуживая их а я уже говорю что если не танц находится в состоянии обслуги этих людей титанов если хотите а почему титанов а для них уже бог не что не значит они титаны они воспринимали свой титанист на уровне космоса заметьте какая у нас шелупой они давят и грабит и кровушку пьют и тихонечко отдают приказы замочи того-то замочи сего-то а при этом свечку держит их не случайно подсвечниками называют что три ахам лопызаются боятся в свободе хотят билет туда в рай купить думают что проплатят и нормально это вам также хорошо будет а эти ребята воевали с самим папой римским наместником бога на земле провели давали подщечину бонифацию 8 вот у этих ребят не было этого всего в этом смысле они шли до конца и в этом смысле конечно они если можно так говорится симпатичнее тоже они титан потому что меня больше всего возмущает не у кота вот это вот двойство гадский гаденький сущность жирный крыс который хочет чтобы мы не подчинялись как мыши не король до уход на угол а это все очень оскорбляет но эти я имею ввиду когда те ухо вот эти вот вообще не знаю никаких держащих надо убить папа в чем не убить надо воевать с наместником богом вообще не воевать надо дать подщечину бонифацию 8 почему не дать надо взять и перевести папский двор лавиньон но почему не перетащить все равно где ему сидеть это вот титаны даже заметим сталин побаивался вот этих непонятных ему силы он начал заигрывать сначала церковь разорил а потом начал заигрывать восстановил институт патриаршества сорок шестом что ли году вернул троица сергиевскую лавру все равно жирная крыса не кондотьер не герой макия ведь хотя и очень хотел им быть поэтому как пишет тротский зачитывался в кремле этой книжицы чазар боджи в кремле знаменитая статья тротского посмотрите она была издана ее можно найти в интернете цезарь боджи в кремле а цезарь боджи это вот такая уникальная фигура она такая же как дракула если вы возьметесь например посмотреть как эта фигура воплощена в мировой литературе в мировых источниках вы увидите что же целое море потому что он поражал всех благодарим своим как я стал чистым цинизм без какой бы то ни было примеси хоть чего-то другого говорят по легенде он даже своем 20 своем палаццо сделал так особый музейчик на скорее всего легенда но нет дыма без огня где бальзамировал лучшие свои трупы вот ну конечно он убивал я думаю просто так чтобы не забыть ремесло для разгона но лучшие свои трупы он бальзамировал и держал себя в особой комнатушке чтобы вот это было модно на самом деле в италии чтобы вот как бы вот глядеть на эти трупы которые он на тот цвет отправил но такая странная фигурка странная и вот макиавелли в восторге от этого он поражает макиавелли потому что возрождение удивляется тому выражает своими руками беспределу на которой оказывается способна человеческая натура лишенная бога вот куда еще это человеческая натура шагнет вот какие еще она подвиги в кавычках совершит если ее полностью освободить от всякой веры от всякого бога и вот чезаро борджи в этом смысле не уступал макиавелли на этом макеланджело который убивал я вам рассказывал натурщика дабы изобразить мертвое тело помните и у многих деятелей после возрождения такие грешки были за спиной а вот чезаро был в этом смысле он не стремился быть никаким художником он был богатейшим правителем италии о нем написано книжка марио пьюза автор крестного отца у него есть на русском языке книжка под названием первый дом на самом деле на английском называется the family семья поэтому не путайте если на английском хотите достать это ищите книжку семья а если на русском то первый дом вот этот первый дом это рассказ о чезаре божий видите сколько уже под современность более того эту книжку марио пьюза пишет прямо перед смертью не дописывает ее и жена дописывает за него по тем распоряжением и указанием который оставляет по себе этот небезызвестный и яркий достаточно автор мировой билетристики да все-таки крестный отец и великий и вот он пишет этот самый первый дом или где обращается к опыту чезаре боджи считаю его первым мафиози таким предвестником крестного отца дона корлеона и рисует о нем такой портрет величия и конечно махиавели был восхищен этой фигурой она его поражала и есть там потому что зло не менее привлекательно чем добро а чистое зло привлекательно во сто раз сильнее если бы она не была таким привлекательным у нас бы не было те одицы и у нас были бы никакой проблемы мы бы все мы бы все уже давно отрастили белые крылья иду тут в пятницу по арбату бежит какая-то девица и явно под наркотой а у нее таскать на на спине крылышки беленькие и вот она такая ловит взгляды как она всех удивляет или нет мы явно в другом мире микки мауса уже находит кто на в кафе крылышками помашет еще крылышками где-то помашет вот мы конечно не такие бы были как это делится упаси бог но таскать вот крылышки бы у нас давные им давно отросли если бы узла не было бы этой привлекательности а у стопроцентного зла например чазар вон же это же феномен это же не выдумка драф драку граф драку поди разбери жил он или нет по одним источником жил по другим источником нет ясно что это выдумка сначала байрона потом полидоре потом этого самого брема стокера а и потом уже все остальное а это реальная личность у него есть биография дата рождения мы знаем даже кто бы его папа и и мама где жил где родился и такое совершенство зла и конечно этим околдован макиаверди околдован и он собирается об этом человеке зла об этом титане зла эпохи возрождения создать инструкцию не просто книжку художественную а инструкцию подражает чазаре боджо и ты будешь безупречный властитель вот какая идея макиаверди ведь отрицает теперь у власти любой нравственный компонент посадить какие замечательные ворота для любого авантюриста при власти власть и нравственность ничего общего между собой не имеет поэтому так смешные эти властители с их подсвечниками и с их морениями в церквах их оттуда по большому счету гнать надо метлой поганой а не целоваться с ними патриарху потому что они сатанисты по сути своей потому что они за власть маму родную в ванную души и будут еще спрашивать у маме как у мамы как я хорошо нормально но потерпите обойдется у них инстинкт власти заменяет все нормальному человеку власть не нужна нормальному человеку власть в тягость всякой дряни власть нужна потому что у нее другой сущности нет и кажется что это власть придает если это по фрейду называется идентификация с агрессором очень простая примитивные сублимации шуткой зыждется на очень серьезной сексуальной патологии не буду дальше вдаваться подробно но они все патологичные все без исключения поэтому вы никогда не узнаете об их болезнях это самые секретные сведения вот макеавелли показал такого совершенного злодея совершенного злодея и он говорит вот делай как он и ты будешь властителем то не будет никаких проблем а как он делает а вот вам указание вы увидите как в историю повторяется придя к власти соверши какую-нибудь ничем не оправданную жестокость по отношению к собственному народу но вырежи одну треть можно две трети и хорошо чем больше крови тем лучше прям пиар-компания по избранию нового президента с этого и начни говорит макеавелли иначе народ тебя не будет бояться не будет тебя бояться не будет любить он ты никогда не признает учись учи заработать вот у кого оказывается учиться на а вы думали у христа и и так я при этом церковь наши год всякая власть от бога это не забыли наверно где что расположено и так поехали совершив это начни творить благодеяние обязательно начни творить благодеяние это продолжение книжки на макеавелли государь но благодеяние эти должны быть ничтожно малыми постепенными а заметьте как интересно повышается у нас пенсии пенсионеров и знаете сколько по этому поводу и вентиляру сегодня ты благодеяние почему потому что если ты сразу будешь заваливать свой народ благодеяниями то народ перестанет тебя бояться перестанет тебя бояться перестанет тебя любить а народ это и есть тот биологический материал из которого можно формировать все что угодно главное что инициатива твоя и поэтому малыми долями помните как у высотского было время и цены снижали на копилку а сколько по этому поводу фоне и текли куда надо каналы потом куда надо падали это все макеавелли обязательно благодеяние сделать эти благодеянием ничтожны чем ничтожнее они тем больше они заполнятся потому что как говорится бэкграунд психологический будет вот тот ужас который ты навел ребят власти и на этом фоне тебя будут боготворить дальше что делать с врагами если ты у власти тебя всегда враги всех врагов надо убивать вот как это делает чезаре боджи всех детей врагов убивать всех родственник врагов убивать жены убивать вырезать все потому что если ты кого-то не добьешь и если ты проявишь какую-то сентиментальность ты заложишь врага себе в будущем зачем тебе надо ты же хочешь править долго и вечно дальше один ты никогда не справишься с этим управлением поэтому нанимай чиновников откуда чтобы они из низкого сословия чтобы они всем были тебе обязаны чем ниже они тем лучше дальше даже самые низкие подлые люди которые всем тебе обязаны придя к власти оказывается во власти этой власти простите за такую кавтологию там создаётся такая мистика власти власть сама по себе власть обладающая особенными чертами власть которая находится вне человеческой природы власть действительно находится вне человеческой природы еще человеку не нужна власть поэтому христос вас и учит тому что богу богу а кесарю кесарю предполагаю что кесарь то есть царь да это что-то отдай ему не забудь и во власть не иди потому что станешь кесарем а богу богу вот как учится да я что-то не видел в евангелии фразу всякая власть от бога это уже придумали высоколобые ребята на соборах разных чтобы свои собственные грехи его остолюбие оправдывать я так подозреваю так вот а так богу-богу кесарю кесарю и все никаких слов поэтому очень простые а в данном случае какая ситуация а вот и этих людишек набрал они начинают оказываться во власти власть поэтому что ты с ними делай ты разделяй и властвуй поэтому никогда не позволяй им вступать в союз против тебя интригуй ими вся твоя функция властителя интрига сбивая их лбами а будь третьим судьей который должен разрешать всех проблем и всех конфликтов через себя но все равно пишет макиавелли через какое-то время эти люди все равно соединяются против тебя потому что ими руководит власть она сильнее тебя она вне человека у неё свои законы которые тебе вообще не понятно и поэтому на всякий случай вырезаю со всеми их семьи со всеми их роз вырезай и набирай новых как похоже на чистки и набирай но вот пока ты будешь действовать по этому правилу ты будешь власть у тебя не будет естественных соперников и никто не посмеет отобрать эти цены как все современно ничего не идет великий макеавелли восхищенный вот этим образом че заработать уникальным в этом смысле неповторимым титаном злодейства реальные фигуры существовавшие вот поэтому прочитайте это тоже итальянское возрождение это вот макеавелли у меня много других трудов но государь это вот так латика который я считаю надо знать каждому что еще а еще конечно два великих поэта которые завершают собой историю итальянского возрождения это бесспорно великий поэт ариоста и его знаменитая поэма неистовый роланд или орланда фуриоза и великий поэт торквата тасса с его знаменитой поэмой возвращенный и русали что мы видим в возвращенном и русалиме что мы видим в министром роланде мы видим возвращение к рыцарскому эпосу вдруг эпоха итальянского возрождения на этом витке шестнадцатом веке переходит к рыцарскому эпосу почему а вот непонятно почему есть экономические и исторические причины но факт остается фактом вдруг перестает их интересовать греко-лимпской цивилизации и они вдруг наевшись ею создав соответствующие образы начиная с божественной комедии данта вергилии вспомним да это имея виду 6 песни переходит к рыцарскому эпосу и все мы помним про рыцарский эпос это песня орланде и вот эту песню орланде ариоста переделывает переосмысляет совершенно в другом ну может быть сейчас я совершил такой когда трюк дело в том что орланда фуриоза не сыграл антари роста это таскать прямая дорожка к величайшему роману всех времен народов дан кихот это одно из влияния сейчас модно слова матрица матрица как мы знаем это вот однокоренную со словом марки которых рождение да вот матрицы это порождение разных кристалл и вот мы видим как орланде фуриозы и как дон кихот становится вот двумя такими текстами которые порождают другие тексты дон кихот порождает все то что связано с большим романом а орланда фуриоза то есть не истрелом перед дон кихотом открывает потрясающие возможности орланда фуриоза напрямую связан например с такими поэмами пушкина как руслан людмила такой поэмы пушкина как сказка о царе салтане там даже имя гвидон взяты из этой поэмы и еще с евгением онегином орланда фуриоза до евгения онегина напрямую связан с тем что мы называем рам первым романом стихах дон жуан байрона орланда фуриоза естественно связан с дон кихотом даже если бы у него была только связь с дон кихотом именно по поводу этой поэмы алонсо кихана добрый сходит с ума и считает что вот эти химеры называемые 100 лучших рыцарских романов надо немедленно воплотить в жизнь копьем и мечом да и с этого момента начинается уникальнейший феномен мировой культуры под названием дон кихотства от орланда фуриоза неистовый ролан что значит неистовый ролан безумный ролан он своим безумием а он там безумен заражает алонсо кихана добрый это если хотите такое благородное безумство где ставится под сомнение как бы это сказать так ставится под сомнение разумность нашего бытия ну а чем разумен извините меня чезаре боджи а именно его как реальную политику передачу вспомним грибы павловку описывает макеавелли вот что там разумно и вот и ариота в дальнейшем и сервант ставят под сомнение вообще может быть окружающий наш мир только идица в году и ничего в нем разумного нет и тогда вот эти два безумца такие как ролан и такие как добрый в этом смысле создают вот этот потрясающий феномен другого безумства и вот логика этого безумца она обладает логикой логика этого безумства она вообще говоря фантастическое она очень смешная тонкий ход смешной персонаж орланда фрёза тоже смешной персонаж но это смех не по принципу аншлага не по принципу какой-то пошлой хренатени это смех который несет в себе мощный одновременно и разрушающий компонент и созидающий компонент это смех какой термоядерный заряд который разрушает вам реальность окружающего у вас мир и выводят совершенно в другие сферы вот создаются такие два магических текста оландо фавиозы которые вы не исполнил в состоянии оценить потому что он не переведен достойным образом на русский язык потому что то что сделал с ним гаспаров я считаю это просто диверсии и читать это невозможно но правда если вы очень прилично владеете английским языком или французским языком вы можете достать прозаический перевод на английском языке в оксфордском языке в оксфордском языке министого орланда прочитать и погрузиться в этот текст и тогда только лишь приблизиться к пониманию грандиозности этого замысла прочитав это на английском языке в перискале потому что итальянский язык он там не совсем итальянский это как вот тосканское наречие это одно из наречий старого итальянского языка поэтому читать его в оригинале это тяжелейший труд серьезный подвиг филолога чтобы вам было ясно но вот его слава богу один англичанин итальянского происхождения перевел в прозе издал в оксфорде это вот такая приблизительно книжка достаточно толстая и по этой книжке слава богу студенты оксфорда учатся понимают мы не можем этого сделать и потребовать от наших студентов и там раскрывается вот фантастика самого замысла ариоста неистовый оланд в русском переводе там все фантастично там все нереально там все похоже на вымысел на сказочку когда я говорил о руслане людмиле когда я говорил о сказке о царе салтане я говорил вам о том что молодой пушкин естественно будучи еще двадцатилетним юношей не в состоянии был при всей своей гениальности воплотить вам в русских пересказах эти произведения он взял оттуда только сказочный но не взял оттуда много чего другого то есть того компонента который сводит с ума алонсо киха на доброго вместе с сервантов сирийской тюрьме и из этого всего рождается дом кихот безумный ролан на испанский маня вот этого пушкина не удалось когда он просто создал вам такую красивую сказку который так поразило жуковского что он пишет пушкин и и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Где вы отличались этих медицинских царей? А эти медицинские цари, особенно дизельминские. А что значит дизельминские? В момент взрослых этих ребителей это самая высшая в жизни. А у нас есть жизнь. Они не будут радоваться своей битве. Они будут хориться своему оружию. Они не знают, что играли в судьбу, чем с богом. Отсюда, например, и Арии. Очень не хотят, что в лепестском мифологии, если вы будете играть в судьбу. И если вы будете говорить о нам, или три Мойеры. И поэтому определились очень много вятных мероприятий культуре. Они будут раздаваться с людьми, чтобы Арии с Ариями. А это все из Арии сидят. А там дизельминские племена, которые были тоже Ариями, что дают свою жизнь в судьбу. И вот он смотрит на правильно близкие и близкие. Отмите, что из ненавтических национальностей систематичнее всего изучал на разных лицах и влежащих, особенно влежащих немцев. И если вы не смеете себя профессионально, то вам надо выяснить есть три языка. Хочем, для ненавтических и ненавтических влежащих. Вот и где есть человек из этих языков? Вы больше не профессионалами в этой области. А в лесах, и 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 в лесах. Это и как раз умирать ощущение вот этого превосходства над всеми народами, любовью. Они и есть социальные арии. И самые гласторы и гристики. Но обычным воплощением этого гристики, и в том, что самообразовательный эмоцензор. И он, в классе, начинался отхождение в мире хоростафии с изучением гристиства Элла. Кристики, а потом Гристики. Атистики Гристики. В том, что он исходит в гристики. Разведение трагедии и духом музыки, где он посвятит это все. И вот, и в земля了 греческий клуб и воздух. Почему важно станет циф vibe, что я называл в землях циф暖? Это важно произносит назв Fridays, но геи». 、「 Германия великозной». И оно совсем разработано, что не работает, организм. Ведь у нас это будетатовец на основном, на тех же учениках. Здесь и есть Trevi. Для одной из главных сходов, Это не греки, а греки все время ангеликанские, и все греки, и только только в том числе есть из разных этнических групп. Когда в этой эпохе написано в грекцию, то протестантский в этой эпохе признает, что у нас нет греки, поэтому на эти греки придут не греки. Здесь быловпиатым, в начинственном жизни никакого отношения не нанести с грекцами, как современные итальянцы, и никакого отношения не нанести с современными народами. Но как современные народы, которые эгиптами. По baterie ничего не осталось. Никакая из конца фактических других народов была смысл в администрации. Этих ничего не осмысловало. Кто? Потому что тут много людей. Мало людей живет, а тут мало людей живет. Мастерическом памяти и мало людей живет. Ну вот эти армии, эти литейские времена, которые создали свою местную цивилизацию «Фирма» Градского Небега. Неконечно-фирма. Они не могут нас провожать, не на эти цивилизации. По сути, это восточная цивилизация. Только ужас перед своими богами-посудовщими. Примотворный состояние, тренер, не на эти цивилизации, а эмоции. Уже не осталось. Уже не осталось. Почему? Весивительно. Нешевиндия захватит. Весивительно. Если вы осуществить камеру, то в день вы пойдете. Где вы видели Тонфилов-Уланники, а Тонфилов-Изгаз в бою? Это вещание, что разведилось. Звучит русские языки. Это было очень важно. И в современном языке это большие сроки не говорят. Они в современном языке с Федерикой. Соше все просто с Арией. В былошим керевики в Кремле. Который, как везут христиане, современные сроки в Кремле, сортимы, сроки вещества народов, когда в каждом здесь бывший язык, и вон выходит в височек, в височек, в височек, в височек, в височек, в височек, в Европу. Если дяди свояли, если явились бы дяди и крест, где отсюда нет, потому что они пришли в систему реалу, это ведь дяди, а расположен был на самом деле современный фестиваль, на территории Чехии. Огона собрали. Возбивали, а как их, германы встретили и живы с их правителями, верующие бюджетки. И правили ли они, и не сзади, не просто, когда станут с вас и киборских цивилизаций, но и выходили. В бюджетки перебирали, и живы с их правителями, о верующихся них, вз facade. Что-то не дадим. Самый босс-контроль, где-то сильное. Идем на расти его. И это великое правление в России. Очень сильно. Семенами здесь, говорят. Говорят, руби-госку еще тут. Что-то, что-то на родину, что-то это все-таки, это все-таки, великий взгляд, чем в контактах. Ну, все-таки, вообще, без силы. Ну, они все-таки, в Киеве, я сейчас видел, стоит улица в Киеве. И здесь, как-то, в Киеве проедет. И в Киеве проедет. И в Киеве проедет. И ни в другом стране мира, это недорожение. В Киеве, в Киеве, в Киеве, в Киеве, в Киеве, в Киеве проедет. Да что-то это, но в Киеве проедет все-такиalle. И вот такая история, в Киеве, которая на самом деле 심inetами, которая far- peut- DS сознание ссознание любви Барбе и дает потрясающее, spoiled мевия в Киеве. При них неумеелее. Солосны они люди были. Звери они были, Нисти не знали ни добра, ни правды. Ну в том, что тысяча три-соема, и какой-то такой-то хорошее. И если же назовет. А если никто этим не учусь за судьбе, или если все они не понимали себя, с этим испытанием. Они радуются. Они тоже знают. Они тоже знают. Они любят мальвести. Хольклосные люди, которые они не знают. Они нравятся все. Лишь упоение в бою. И как? И как? Война и не так, что война на этом? Лишь упоение в бою. Понимаете? Лишь упоение в бою. И не так, что обрезали. И когда надо скидывать. Лишь упоение в бою. И жилисты и удрели. И все это все. А что он так не смеет, как не смеет войны? Он все напоминает. И все это не смеет. Все это не смеет. Все это не смеет. Все это не смеет. Лишь пянули. У них гигантизм, знаете, как их захлёкся были. Они знают, что их не делают. Они не боятся его. Они не боятся его. Более того, они этим гигантом сезонищем не берут в бою. Из этих странах. И посадить их на своих богах. И его протяжать. Они совершают чревородственные непобоги. Они совершают полную прописку для Агаменнона. Сказать на том. Агаменнона. Зев. Это классическое переположение зев. Зев. Агаменнона выводит непобоги. Зев. 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 И все эти Олимпийские годы – воинское гражданство, которые склеивают одни родные битвы. И все эти Олимпийские годы, и все эти Олимпийские годы, и все эти Олимпийские годы. И все эти Олимпийские годы – во-первых, эти отчетские годы, и все эти Рождественные годы, и все эти отчетные годы. Рожай хочет незаконным образом Рожай, дед У нас в середине появится гератол Как ты ее сделай Вот в его зиму Он соединяет нас с этими глазами Рожайными кузами И теперь мы с этими глазами на Олимпе Соберяем как единая семья Мы с Ноголимся Мы с людьми Мы поднимем этот зон Своих лучших Других людей, когда ты все Избирается у нас у чужихов День Евгения Воскресе Леса, Челеева, Сына Суперки Счастный муд Кого? Что в нём делится? Отролинка, чужина Я говорю, спасибо Сторожно делаться Что здесь плохого? Это здорово Соберяем с нами Мы с ним Убить Убить У нас И что Соберяем с нами Соберяем с нами Семья Людей и богов Это Писки и Братские Соберяем с нами И что нужно делать? Дети нам помогают Нужно Что нужно вам Поместить Зазря Какие-то Верношения И Зачем нам этот страх? Потому что вы Забоевываете Эти Писки и Поглубь Живите Радовавшие Сидят И Соберяем Будете И Масы Радовшие И Масы Дети И Горица Глубь Боже Нам это Нравится Неважно Другой Или Завтра Этого Нет Вот Это И Есть Запад Это И Есть Порный Запад Потому что Все Смак Узнаешь Время А Тем Смешки Зайдет под Касом От Своих От Смешков Богов И Смешки Доличь Ну Писки Мы Дети Нем Пусть И Посмотрели Что Вы Рядом Дети Это Восток Когда Человек Доскитает Строн Он Выражает Только Ужас И Страх Потому что Он Неопытается Кажем Старшим Неведом Магам И Понятия Личности Не существует Я Читаю Личность Человек Личность Который Мэл Эпоху Бранжира Пока Нет Но Старшого Для Того Куда Эта Личность Корвала Родилась Родилась Ана Отличная Личность Неизвестное Произойдет Что Мы Называем Информатив Однокотики Нес Fight Нес chce Магам Из Нех Сын Понят Обычная Нес Понятие Нерозрение А Усок Есть Ваш Нах Здесь Запад Вы Не Хати что мы вам не говорили про это Россия станируется, это заповедничная она молодая, радостная по отношению к космосу с цивилизацией она и все она не так сказал, в этом году это все на все это все это не цивилизация это не ухватится в начале молодые, 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 декорды которые живы в мире и приходили к нам своих ребят, надеялись обеспеченными даже робы им передали филары им совершенно не передали это все остальные махромы это только сос, реку тут, кто вынесли на земле не были, конечно, стойки диагны но и все будут созданы и все не могут из горок еще и декор Dope рассказ и и дикок был одно историак Сон на кроме бессмертный Вы на один из представленных организаций Бессмертного стола в кристалле? На кроме битвы На кроме битвы Рыжении Раме Раник Денеру, где ищет боль, и все один болит, и течет божественная кровь. Все в бою еще один герой, вдохновленный кофемей повадой. Раник самого бога войны в леса, он такое горе считает, что висит, как в тысячи воинов, и улетает, что она видит, что ему попасть в лесу. Он говорит, что они делали, смешные. Он заявил ему, сядь и говори славу своей, чтобы он не слышал. Без тебя рубился. А он завидел их раз. Да одна маленькая девушка, эти тела защищаются сами. Эти тела способны извечиваться, эти тела личные. Они материальные, но они вечные. Они не воспринимают себя. Это два раза. Почему? А потому что вы пришли к совершенно иному телевизации, и совершенно иному общению с Богом. Что если так воспринимают себя? Христи, челесенство. Что-то давай вскрытие, наше и наоборот. Выпринимаетесь. Почему? Не имеете тела. Потому что Бог не имеет тела. Считайте себе троицу. Бог просит Бог с ним, Бог душ с ним. Все готово, чтобы взрывать вашу обычную человеческую логику. Вы этого представить не сможете. Она объясняется. Даже не причиняйте задумывайте, что она доказывает существование Бога. Бог все. Единственная цифровая дефиниция, определение. Он все от них. Он все от них. Он все от них. А так мы сейчас используем понятие диалектика и мифа. Миф правды и миф правды. Миф есть, мифа нет. Миф сижу и мифиндио. Но профессионально нельзя определить. Это все миф. Одни, три. Это патрицание, ресторанной книги в этой религии не засчитывается без них. Значит, вот и нет. Эти какие-то с раздельствами не понятны. Откратимо книга «Лоскар» написана или «нецельно-центр-беректи». Как вы считаете, что в этой религии были только патрицание. Это не то, Бог – это не то, Бог – это не то, а не то вы там в центре-беректи. Потому что вы найдете ни одной логической формулы, Человеческого языка, который рассказывал вот это Бог. В том числе знаменитые коды «Джазалина», «Джазалина» и он пытается определить со мной, «Дея Бога, и рода, по-своему, это дело, «серветный странам Давида». «Отискать с родством бесконечной, живой движением и сердцем, и сильной жизнью и древеской, и людей в просветительных расстах, и двухсидестичных единиц, но не смысл и причины, кому все постичнево, в том, чтобы все собраны. «Джазалина» и «Жизнь и социальными», «Серветным мы называем Богом». Ну и что он вам сказал? Ничего. Кого мы называем Богом? Он сказал, и смысл. Что мы называем? Мифом. «Серветный странам». Смотрите, «Все святый». Показывает он, «Литянских людей», это, почему? Это, ребята, безотвратности живут. «Он живая, видели, какой-то современный обмен гидрецкий, который действительно какие-то вам ботоновские идеи выдавать. Как «тистантинят», на этом сказали. Ну что, ребят, иди в отставку. Это больно. И, по отличие от этого жембеганов, они решили не в похвостке, а в том, что вы видите, наверное. А вы же при этом их, жембеганцы, и вычисли, и вычисли, и вычисли, и вычисли, и вычисли, и вычисли. И ты, например, у нас жембеганы. За какую-то ерунду фуровать. Ну что, если бессмертную ерунду-то иметь? Ну что, если это так, что иначе надо. Насколько заправлено устремление вот этих убавленных, этих судьбон заводит? Беревые. Беревые. Они такие же, как мы. А мы такие же, как мы. Как мы понимаем, что в том, что они действуют. Но мы с людьми. А они служат нам. При любом начинании. Они с нами. А мы с ними. Ты понимаешь, как мы делаем? Мы умрём. Они должны вернуть жизнь. А они будут жить. А они придут на саму заман. Я знаю. С новым генералом. И цена честных заманов. А где этого стоит генерал? Я знаю. Я знаю. Если тебе не нравится, ты тебя сбили. Ты тебя выберешь, а в ладу. Ты тебя выберешь, а в ладу. Ты будешь кидать, ты всё. Я тебя ж с мною туда гиби. Идеальное начало, это прививительное существо, все они материалисты, но материю они воспринимали как все идеально, потому что, так называемая материя, не говорили с чувствами к тесну, а материя обладала с чувствами, когда в материи как будто есть душа, ценность, демок, который на нее впирается, и потому что материя, она не сквознешна, лишь тело, лишь тело, лишь тело, лишь тело, Но убивают себя в тело, все, все, и все-таки в свое тело, поэтому когда в 100 раз покיщались в королевы, и, например, дед, который в Мафионе, который в Мафионе делает свою жену Веру, под огнемерением Камесикского конеца Африанси Дан, после народа Земля света! Любой цветок реагирует на этом, любым деревом, потому что в целом единый материал не чистый живот. И никто себя не заберевает из-за этого. Что дает если этим самым головаризм? Ну удивительная вещь, в которой ничего из вас не обладает. А я не знаю, что это одиночество. Какие-то одиночества, когда они живут, это активное ощущение нашего тела. Смотрите, какие-то обычные мертвы. Вы знаете, какой там вид, слезы, физические провидения, какие-то мертвы, мертвы, людей. В бой на все идет. А теперь кто-то взял. И теперь все еще. И все обладает свежестью. Это правильно. Просто потом христиане должны быть обладающим. И на них будет лишенное повреждение воли тела. Стихственного тела. Это не все, что Бог живет на Африке. Они занимались приветствующими культурами очень древней культурой. И в этом все расширение волоски обновлены. Это совсем другая культура. Это культура не калитян. Это культура будущих игропейцев. Это культура не знает визущество, и это культура не видится позже. И что вы из себя существует в человеческом мире? Эти цифры не выводить в человеческом мире, мы хотим спросить в культура, мы будем зависеть от того, которого вы наносите в человеческом мире. Как вы представляете себя? Вы представляете себя? Естественно, можно на что-то, если ты его сапождаешься, можно, но иначе вы представляете себя как властителя своих собственностей. То есть властители своих собственностей. Существует уверенностью говорит о том, что если вы, по-принеменности, кому-то, например, мужу или любимый человек, выживаете, сзади, с палочки по банке, и вот, как и все, и, например, сами субтитры, туда служил белые ученики и их суд. И на суде ваши объяснения, которые дают на предыдущий гоменду, не примут. Когда гоменду не спрашивают, без тропки, сами обговорили, что ты делал? Сейчас ты убрал этот... Сами ребён, я видел свои стрели, что и взял свои клеи, что taholo. Это все равно, суздяк, и, во время матча футбольного, розоверили меня на судение, тупицы, что ты делал? Что ты делал? Что ты в тренере? Что ты делал? А вообще, это не я, ребят. Как ты не видел? Божьи, мальчишки, 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 мальчишки. Божьи, аханамаму спускаются в лилитическое возникление. – Мы все же знаем, что это не есть! – А вообще! Вы знаете, что оно да? – Божьи, с места. – Нам бы вам помнить, что оно даст менять, эту обиду! – И мы будем считать. Будь зимовелся, обидно, громогрязно, звездно. Лежность, как ты умеешь. И как это праха темного. По главам человеческим ходит. Мясность и звездность. Это точно, человеческая зарисовка. А если это, как это вас побежает? У нас суши на них болит. Глава. Думайте. Он не оскорбит. Нагается давление. До инструкции недалеко. А потом было. Но это было очень просто. Просто сказали, что в силу жизни, как я, невидимой людьми ходили. Хочешь ли взяться? Хочешь не подниматься? А не принадлежаться? Серьезный человек, божественный. Когда после того, как и в гости, когда была обидно? Серьезный человек, идет другой человек. Дмит. Он обращающийся к другой родине. Дмит. Серьезный человек. Вот тоже самое пульсное стативо Нужно видеть только когда Потому что он Соберет по признанию И что он все видит в внутреннем истинном зоне В любвиных духов Одинства богов Не надо это зрение Все видеть в этом Надо видеть в тапу Или в видеть в тапу Это он видит стативо Вселяет из него Соберет по страшным силам Если он призывает мужа И мастерить это зрение Соберется это самая Чем не было Просто защищали Мощное тело тело Полубодственное тело Бог ищет А до этого Прошлась обида Они везут хорошее Чудесей, чем он Неледен Они считаются Чудесей Эмоции На какой-то период Уходят гнезд Насил голодой Насил факт Ух На какой-то На какой-то Соберет На какой-то Убивший Безон Убивший Убивший Потрохло И сколько он делает? Он басексуален Он не зафиксирован Потому что любая сексуальность за них Это свечующая нить И не зафиксирован Он только будет драться за чего Потрохло Потому что это слово И сколько он зафиксирован Только не везет Не везетесь из этой самогреги Все никогда не везет собой Не выжить на мной Да как я тебя с ними повторял Это не пройдет Я не везетесь Я не везетесь Тело, которое встает и не спасет Это реально все и нет Но это не везет Это совершенно другой тип Позвышенности Позвышенности Так что нужно у нас Как и из них планетами Или сюда Заткать И на этом смысле По законам наших Открытия Нашего Открытия Открытия Я не слышал, что они все Маски Это 18 лет И все Это Это Так Малыш Дети Как День Они Мозумные Они И Они Так Мало А все лежали в себе представляем Какой маленький на этой кустыке Криво, что они находятся на теле земли Все эти люди не будут держать его за друга Не будут создавать эти люди синих, которые будут висеться за него И он мог исчезнуть И человеческий тикл могло исчезнуть Они не будут заниматься Жен, куда это так может быть в жизни, взяла бы я, а не ели Потому что они все не будут висеть Все они будут висеться на салтах ускорбленности Еще они не понимают, как они говорят И все они не будут висеть И все это все дети А их трябят им висеться на землю И если вы прежде одни, вы хотите отказываться, берем ноги, вы полуете через это завоевание назад. А у мужчинами. Какое-либо играние, их мало. Христианам их он не прозвел, их профессионально. И все разведано так, что здесь идеальное. Мы не принимаем этого идеального, но оно здесь. Мы должны идеально и идеально однодолевание. Если мы не будем идеальны, то есть мы как бы все, и все, и все, и все, и все. И у нас есть все, и все. И мы будем строить, но это действительно движение. И все движение на лоне. Если вы едете в тело-корство. Если вы видите тело, а сила. Люди будут видны про это тело. Родные будут нехеренны. Люди будут видны, кто кусает тело, и мы не делаем. И он ранен ноги, защитник на них тело, и мы не встречали за помощь. И раненые одессеи, и следят туда же время. Да нет. Мы с тобой защитили тело. И 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 все они местные станут править мистера. Хотя все однодо понимают. Я что, придавал. А вы. Execute летом, чтобы молить ели о том, что мы стали руки, поצ attempting, Пар Guideili. Скrocket estimating великих местах. Ели будут понимать. Он касался к этому. И я уикваю себе целенльCTV. ШУМ. 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 Это какой-то, это школа, это координация Отличили на этой координации Тебе, что он вышел из льго Ты не пошел, бля, по этому полю Отличили Диме, как правило Нет его друга, Ахила А если он знает, чем законствует его знание А он ничего бы все равно не мог сделать То это знание, что он не спросил себя А что это же конструкция человека Он всего лишь спросит Что он может дать себе знать Какая демоническая сила Любая эмоция Те эмоции этих дней не направляются Тебе, что она мне говорит Ребята Это родение А жизнь Проходство моё В голове Ахила И по всем вашим Это очень многое Такое неверное висение Ведь все его нахуй не знают Что он тебе про сковородку рассказывал Что это разводит русальники Не у нас Как? Натоменному Что мы здесь возродим? Инженер-серкоп И зеркальник того же с нигде Нужна вера Жене дектора Понимается То если сейчас дектора Это не сказано Ахея 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 это вопрос, если вы тащите не только мужики, а не irrigания, а не только моржики, а и само по сравнению курятники или кто живёт на полтора года Сделать в 3-ши Сделать в 3-ши И когда Дарья видит, что этого не граману случиться, как бы вы можете Опустимый А сносится, как бы что было это думало Он не справляет этим древом Может быть, на восемьенную голову он помет, что он говорит, и сейчас он может. Что он передвигает? Одну эмоцию другой, а все эмоции без достойной. Когда дело в отношении к своему другу, покажите, она не говорит, в чем причина, она не говорит, и готовится, и понимает, что надо подбесить. Я надеюсь, о том, что происходит, но ничего не знает, но не слышно, но не слышно, когда не слышно, когда не слышно, когда не слышно. А это действительно так. Компания, который обладает нескольцей школьной силы, а космический эр, перед которыми не слышно, не слышно. Даже Дед. Когда Деда появляется передачами Деда в этом площади, Дед, который в сотни тысяч раз уже изменял все этот люди, Дух желает ее так, как и в крыльной ночи не дывал, и на несколько часов в битве с ногами. Парника, говоря современным космическим языком. Что-то туда развеется с этим, как и в детстве. Все. Немантический, несоветен, не сморить. Что это, чем у нас, если у нас? Что это, чем у нас? Немантический, несоветен, не сморять. Немантический, крыльзер народу. И Дед, которые на Афея не могут быть юбопереды, их уже не уничтожают. Они могут перестанет на них. Они могут организовать работу своих кораблей. Действительных кораблей. Они быстро зарегивают тени. И вот к новому нападению. а наверху думаете что делать в письменихе да потому что все обоумения есть пусть пристесняются жестью на эссе и на ножестью и пропорции Я по другому не буду. Не надо, не надо, не надо. Вот еще один человек. Кто же человек Ромера? Он не вечно. Он не обещает мне на родную строить эмоции. Он представляет у себя как-то сильный сосуд, который в свое время наполняет вот эти странные демоны, которые являются эмоцией. У них не эмоции, длительные же в человечестве. Для личности же в чем? Очень далеко. И добро Божьей не отвечает за свои конструкции. И без Божьей не отвечает за свои эмоции. И так и невероятность эмоций обладает бюджетным способом. И поэтому заявки всей Элиады будут являться странными и веренными. И так и невероятность эмоций. Вот в том числе вот случайно. И ты, что этот бюджет обладает в России, и у нас не было ягодной силы. И так и взгляд, и у тебя не почитал. И все это не то. А что вы видите, если этот бюджет разносится силами? Из-за чего? Из каких движений? Ничего не знаю. Это галлия Россия, которая никогда не узнает. А почему это обладает бюджетным? А что во сколько он хочет так сделать? А он, ну и тут, как если есть, не ведаясь. Потому что он не мудрый. Он вообще мудрый. И там глядишься еще. Просто она не фауцельская. А вот почему я не后идски, я не хручива. Я не такую задачу и если нет. И это они тоже не убивают. И, что это не так идут, и ты, что это не умирает. И я мог видеть, если кто там сидит в СОВИЦе, если красить, то у нас есть полито. Я не считаю красить, а я играю в две краски, все это губы и в другой лице, и в том числе и массы, где она тогда становится. add fromсылки были в описании к этим . Почему , потому что Татьяна К Terrace оказана сobyflashmanha . А московикわかっни internships и их аспорт. Остальные же whack- 앉адящие тела disappearance . У меня все можно забыть Обучение в этом свете Если я ощутить своего навыка Понимаете? И поэтому, если я не знаю, что я не могу это сделать и идем Можно и к тому ее дать Вот в этой функции пусть сидит там А мне-то там все понравится Я рассказываю о себе Зарезал на слабом клубе встанки, прямо с ним Смотрите, что ж не возьмешь? Смотрите, все не сходито Смотрите, все встанет Смотрите, все встанет Он изменяется только богиня А богиня там какие-то странные И какой-то такой гарантический женственный степень И встанет его шесть и уничтоженные вежды Возвращение в другом части Узнает свою мать Она являетесь в виде прекрасной дыры Каких-то энергий И она предупреждает его Не индийская служебная мать Там тебя погубят Там Дидона А людей по строительству с Веном Что я делаю в этом месте? И она не тебя бьет Потому что ты, видимо, не знаешь еще Но ты будешь захватывать риски учителя Так что ты будешь захватывать И ты будешь захватывать наперед И тебе убежать Не ходи И просто ты все равно покажешь Что ты тебе делаешь И начну ли думать Это странно Дедушка Все знает Чудо прижитает Он подозревает ее И вот разобращивается Эта девушка Надо видеть Мать Планчик Поднимает Тын Поднимает Мать Это не Смертное Особождение Мать И тогда он становится осторожным И он понимает Суциальный враг Что это ощущение Это благодаря А за свою сущенную массу Он узнает Какому величию Что он увидел в вашем роде И он не сказал Потому что это идеально Это профессионально И смотрите Мастические личности Не обрадают Они геронические свойства Они не личности И Горькие 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 Сверхи 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 Ну и что Ставьте Это какая-то Придуростная Вся Сверхи Это Магонет Они уже Ушиблины Толстыми Сосредством Фикмологизмом Они То Такое Средо Неизвлечения Болезную Личность А вовремя А вовремя Здоровые А мы У нас И У нас А мы Это очень просто. Заживайте следующих детей, и это только теоретки, все тут, чтобы я не должен наличь правости на кого-то смотреть. Скажите, что мне надо. А он, безусловно, раз, как же вы будете являться? Посмотрите, что вы творите, доносим, что потом будет разговор, что если вы говорите в психологии Дюнга, например, вот эти вот длинные секции. А вам пишет, что вы знаете, есть наши подсознания. Здесь есть совершенно демоны, которые сейчас, как бы мы знаем, думаем по подсознанию, сейчас мы не управляем. Но за вас не может. Как же так? Нет. Парень у вас, пай, сюда. Знаете, как видите, притерский. Так вот, что вы как-то сюда, если там поставим. Это эмоции и все. Парень у тебя, не получается. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok